Буллинг – это проявление агрессии, направленной на одного и того же человека. По сути, издевательство или травля. Понятие включает в себя разные виды насилия – физическое, эмоциональное, а также кибербуллинг. Данная проблема распространена по всему миру, и наша страна, к сожалению, не исключение. В течение прошлого года Детский фонд Абхазии вел активную работу в этом направлении. Это очень широкая, большая тема, и Детский фонд прицельно работал в течение этого года именно над этой проблемой. Насилие – оно разноплановое, и источниками насилия являются совершенно разные субъекты и даже институты. И мы можем говорить как о конкретных людях, так и о политике, которая допускает насилие. И в таких случаях мы говорим о существовании структурного насилия, когда существует невнимание к проблемам и невнимание к тому, что есть множество источников насилия. До того, как заработал проект по буллингу, в фонд поступало немало обращений, так или иначе, связанных с данной проблемой. Тогда было решено изучить и исследовать тему глубже. Сейчас мы когда слышим о том, что отец привязал ребенка и на целый день уходил из дому, из соседей, которые сообщили об этом, и тут же мы сообщили нашей соцслужбе, и были приняты какие-то меры. Просто я хочу сказать, мы об этом громко когда не говорим, люди могут думать, что это нормальный образ жизни. Я уверена, что вы все против того, чтобы с детьми жестоко обращались, против так называемого буллинга и кибербуллинга. Потому что дело в том, что он иногда, особенно в последнее время, мы видим, принимает немного такие обороты, когда на самом деле, если все вместе мы не будем с этим бороться, мы можем получить довольно нездоровое общество. Когда проект стартовал, количество обращений увеличилось. Кроме того, сотрудники стали ездить по районам Абхазии, где встречались с учителями и родителями. Как оказалось, проблема буллинга существует не только внутри класса, но и в отношениях учитель-ребенок. Мы общались и с администрацией школы, выезжали, разговаривали, и педагогов подключали, и непосредственно работа велась с классами. И не только, не люблю этого слова, но придется его сказать, жертвой, то есть пострадавшей от буллинга, или мальчиком, или девочками, но и непосредственно с буллерами, то есть с теми, кто устраивал травлю или разборку. И когда мы приходили в некоторые школы, то, естественно, позиция была такая, что у нас-то этой проблемы нет. Это вообще разве проблема? А разве это не проблема, когда девочка, подросток принимает лекарства, она не просто манипулирует, она принимает лекарства, потому что ей не хочется идти утром в школу. Это проблема. На самом деле жертвой буллинга может стать кто угодно. Проблема не зависит от социального статуса семьи, национальности, религиозных предпочтений, внешности или других факторов. И в школе, и на улице, ну на улице может реже, да, ну и в семьях тех же, да. То есть, что существует проблема травли и в успешных, так сказать, школах, может быть, и не в самых успешных, но она везде есть. Так как проблема системная, то, соответственно, ее нужно решать системно. Один детский фонд или Дом юношества, или Панорама, или Министерство образования с этой проблемой не смогут справиться. На встрече также присутствовала заместитель министра просвещения Ада Кварчелия. Современная модель образования, она заточена на, не скорее даже, могу сказать, на знания, однозначно тоже, но не на первом месте. Скорее умение работать вместе, скорее ставить общие цели. Буквально на днях мы пригласили одних из лучших учителей Российской Федерации. Наши дети расцвели на этих уроках. Вы не представляете, я слышу, вот сзади сидит девочка, она говорит, слушай, там кто-то из них ответил неправильно, и преподаватель говорит, а ну-ка давайте поможем, подсказывай, конечно, раз ты рядом сидишь. Слушай, а здесь, оказывается, можно и подсказывать. Участниками травли, как правило, являются три стороны. Жертва, наблюдатели и буллер. Хотя агрессор находится в позиции силы, ему тоже требуется психологическая помощь. Если ребенок начнет понимать, что если мне хочется издеваться над кем-то, это я публично говорю о том, что у меня что-то не то, что в семье моей не хватает внимания или еще какие-то очень серьезные проблемы. Мне кажется, вот это очень важно, чтобы звучала вот эта мысль, чтобы это стало стыдным. Руководитель аппарата, уполномоченного по правам ребенка Мактина Джинджоли рассказала об обращениях в аппарат, касающихся буллинга. Сильное психологическое давление дети чаще всего испытывают при разводе родителей. Есть случаи экономического и физического насилия, также по национальному признаку. Мы работаем, тесно взаимодействуем в решении восстановления прав ребенка с профильным министерством и практически со всеми органами, которые здесь присутствуют, и с детским фондом, и со службой социальной поддержки детей и семей. Я хочу сказать, что в некоторых случаях нам удается успешно восстановить права ребенка, но есть случаи, когда очень специфические, и мы просто осуществляем контроль, и, к сожалению, до конца решить вопрос не удается. Фонд готовит к публикации брошюру, посвященную теме буллинга и кибербуллинга среди детей и подростков. В нее будут включены как психологические, так и правовые аспекты, которые дадут возможность защитить ребенка от насилия на уровне государства.